приветствую вас варяги начинается нас новое прохождение за норвегию с упором на дракар и на селедку шучу конечно хотелось в эти жаркие дни поиграть за такую истинно северную страну будем выполнять ачивку норвежское дерево нужно заводить всеми товарами которые называется морская древесина как она там правильно снасти вот эти вот все синий темно-синие точки надо будет взять под свой контроль либо прямой либо вассала ачивка очень старая но у меня как видите ее до сих пор нету первым делом нам нужно будет добиться независимости от дании конечно же как мы являемся младшим униатом вместе со шведами по-хорошему нужно будет также со шведами заключить союз чтобы не воевать против них в этой войне вместе наоборот датчан бить но будем надеяться что да не на вот этих претенентов потратит немного войск и норвежцы увеличат свое желание свободы как то по-другому мы наверное никак не можем повлиять на это дело сами же будем искать помощи у соперников датчан англия шотландия и бургундия но это так посмотрел бургундии она не хочет так как у них нету выхода на данью что это значит это значит что от их столицы нету прямого доступа к датским границам скажем так допустим там у польши у богемии какого-нибудь там кельна тоже не будет этого доступа хотя у бургундии есть берега да вот в проливе ла-манша но все равно это считается что они не могут дотянуться а у них них даже через вассалов нету но при этом у англии есть подпишем этот договорах и у шотландцев тоже есть иногда выпадает новгород тевтоны вот они уже могут вам помочь гольштайн также является датским вассалом у швеции отправим просто улучшать отношения может тут сердечко появится так крепость это мы отключим версия тут самая последняя 1 31 не ошибаюсь сложность нормальная так созовем совет сразу но возьмем самый простой на священников базовый налог до пятерочки здесь же надо будет прокачать попробуем как можно быстрее это сделать землю конечно же заберем выставим на прирост очков экономика не тянет даже ту армию которая у нас есть уберем содержание вот у нас тоже такой неплохой так три больших корабля подача не на ни одного нету то есть допустим вот это открытое море считается дальше уже идет внутренние если что то здесь ну и шотландцы и англичане подгонят свою морскую мощь норвегии хорошие идеи начали там конечно такие себе на число моряков прочность кораблей но дальше тут у нас идет по виду флота двадцатка возможность нанимать исследователей конкистадоров плюс колонельная дистанция у нас на секундочку исландия под контролем но тут конечно дистанция больше если допустим считать вот отсюда с португалии но все равно с этим бонусом это очень хорошо плюс еще есть колонист то есть получается так что вам за норвегию не нужно брать исследовательской идеи потому что вот эти первые две у вас есть да даже три куда тут 50 процентов а там 33 но все равно считаете почти три идеи вы закрываете но дальше тут только преск поселенцев нормальные все остальное но фабрикация тоже хорошая штука но как-то можно обойтись без нее так что за норвегию нужно брать экспансию лучше кораблями пока не особо знаю что с ними делать наверное просто отправим на торговлю остальные пусть стоят на консервацию ставить их не будем вдруг понадобится быстро еще попробуем получать с новгородом отношения по идее у них должны ухудшиться соотношение с датчанами но не факт ухудшиться может ливонцы может тевтоны посмотрим шведы сразу соглашаются больного за месяц с нами подписать военный союз получается можем сразу объявлять эту войну армия если со шведами только то примерно равна но я все-таки хотел бы чтобы дания сразилась с вот этими полстанцами не может она еще отключить свои форты я думаю них там тоже с деньгами не особо все хорошо датчане вступили в бой претендентами но шведы решили им помочь 36 процентов желание свободы половину армии датчане потеряли в принципе если сейчас объявить войну вот так вот не тут по-любому вступают все и шведы получаются пойдут сюда еще и на осаду у нас тут тоже есть десяточка не особо хочется чтобы швед знаете становился на осаду хочется чтобы все-таки были разбиты эти претенденты и крепость отключена присвоить нас такое событие сигурд юнсун норвежский дворянин и рыцарь сигурд юнсун занимал пост регента норвегии человека который мог управлять государством от имени короля он является прямым потомком старинной норвежской декорелевской династии и был командиром крепости а керскуз в период между 440 445 годами сигурд юнсун является одним из сторонников антиганзейской политики в норвегии 25 уенки 10 престижа на депрепутацию за 50 процентов дешевле так шведы победили но теперь датчане по идее должны идти на готланд становиться в осаду этой крепости крепость отключена как вы видите это хорошо теперь осталось дождаться чтобы датчане ушли отсюда миссия тут выполнена на лимит армии уникальных у нас миссии нету до всяким там бамбу станом миссии есть а таким странам нету а шведы ушли просто себе молодцы и датчане начинают перевозить свою армию на остров гутмунд 1 апреля 46 года давайте поражаем тут эту миссию на содержание боевой дух пусть будет восточной фрезерии ешь еще там будет помогать датчанам но тут главное чтобы швед где-то крутился возле нас ну и чтобы англичане подошли хотя бы флот ну что ж вперед фридом как говорится личного не расторгнута 554 это очень хорошо тут мы как-то успеваем успеваем сразу делаем такие вот армейки они должны будут просто занять эти территории можно фото пробовать выставить ну кто его знает кто его знает тут началось сражение сюда мы подойдем и сразу вот тут тут прокачаем выполним миссию сожалению наш олаф 5 жестокий получаем к беспорядкам и берем эту крепость под свой контроль стоп англичане воюют против шотландии французская ясно понятно значит англичане нам не помогут ну разве что шотландцев быстро пробьет на это не факт завязывается вижу бои тут шведов без шансов пока датчане сражались шведами возле острова борнхольм я тут увидел что у них нету флота привел свой но гальштейн бляха муха свои корабли подвел правда у них нету тоже галер хочу зайти на копенгаген осадить датчане стоят не двигаются где-то тут еще англичане крутились но походу выкрутились но давайте еще раз пробуем да отлично мы становимся сюда датский флот стоит но наш тоже по идее надо здесь держать 9 полков здесь нужно вот так часть своих отведу потом попробую их высадится вот сюда на север дании на полуостров к ютландии кризис и тоже хотят посражаться кышать сюда почему они не идут на нас я не могу понять вот это меня немного тревожит чтобы знать что там будет дальше наконец-то заканчивается осада столицы дании так они и не вывели свой флот с борнхольма может видеть вот эти семь английских линкоров не хотят выводить из-за этого у них тут есть также армия немалая есть еще одна крепость которая стоила бы взять на вижу не уводят свои силы кстати тоже не надо столько своих иметь тысячи достаточно наверное шведы людей должны постоять 2000 мы также потеряли попробовал высадиться вот на этот остров но они подошли и разбили нас также пришлось взять один займ повысим стабу чтобы нас легитимность хоть немножко повышалась вывели чё-то корабли с шведами хотят сразиться что ли крепости вардёхус первая крепость муниципалитете вардёх раз афин марк была построена 1306 году и названа в архео и вторая крепость была построена острову и ним и и острове словилось 1450 1500 год это было прямоугольная крепость двумя угловыми бастионами можно получить замок финн марки ин марк это у нас да вот здесь замок неплохой бы тут смотрелся перекрывает северным полностью на 42 монеты туда тратить и база 85 можно 50 веных очков и тысяч рекордов придется набрать много займов но и хочу взять и бонусы это два займа придется брать можно порчу сделать 43 давайте хотя бы одну сделаем вот и взята вторая крепость пробуем эти 6000 разбить уничтожаем 0 ну и осталось настолько хайлштейн взять но можно еще конечно как-то год ланд но это нужно строить транспорты не надо на это короче говоря так что идем на юг но еще можно пойти куда-то сюда тут восточная фризия с кем-то еще воюет с утрых там может мир хотят нет пока не хотят но скоро захотят рублей по идее нам тут уже не нужны тут у нас есть по-любому проход его не то не сможет отбить хотя нет нужны мальштейне тоже нужно было ищет порт что остаемся датчане правда выставили свой флот 7 кораблей транспортных там есть а тут было 6000 то есть они смогут выйти на шведа ладно пусть выходят и нет ушли куда-то в англии еще и война рос начинается капец две войны плюс 3 гражданская шведы сами тут решили напасть на датские две галеры но не в открытом конечно море но блин нет я не хочу убирать свой флот раздача не сюда не идут на нас там пусть сами разбираются хотя тут все легкая цель да для наших корабль лучше не дергаться взяли крепость альштейна также видим еще шесть тысяч пехоты вражеской на связи на генерал хороший на троечку шока правда тут будет через реку будем пробовать шведа принципе недалеко так эти фризицы уже хотят мира подпишем его бой вступили и побеждаем ступают они скорее всего нальешь но этих так просто не получится выбить там крепость бэйн еще черную метку получили проходили мимо но все-таки перехватили эти две галеры и одну себе забрали так с военный счет еще на 11 можно увеличить пусть будет миссия нас на высокий доход стоимость дании строительства хорошее предложение но спасибо откажусь о и датчане хотят на нас высадиться это прекрасно тут мы их и порешим там скорее шведы сами справиться а они сюда высадились я думал он не на кальмар пойдут вот так тоже хорошо они на эту крепость идут швед стоит нет все-таки пошел вот тут их разобьет до в ноль это получается сделать да не все еще есть 10 галерах у нас три и у шведа 7 если а уже не 7 уже 6 разбери их но я думаю можно не рыпаться просто куда-то вот сюда стать и ждать чтобы накапывала еще военного счета независимости не дают нам и выход вот на эту крепость тоже дают а если эту крепость тоже дают 49 да если сюда 64 нормально так три страны это не страшно я почему хочу сюда взять я хочу получить общую границу с империей лучшее отношение с австрийцами а вдруг получится войти ваша столица не может быть признак империи это нужно по идее прямой доступ до шведом воевать вот сюда вот это вот все брать сюда не знаю было бы хорошо датчане уже соглашаются подписывать с нами мир я тут еще улучшил нашу стабильность немножко на легитимность потратил очков военных потому что у нас есть норвежские дворяне когда мы наберем вот эти вот три провинции они еще больше будет риск что они восстанут плюс еще датские сепаратисты у нас там армия осталось 8000 ну короче набираем эти три правки независимость репарации и 78 монет шведом ничего не отдаем то у них там 50 процентов военного счета все равно мы с ними будем рвать союз агрессивки нету именно на империю насчет вхождение в саму империю 164 отношений набрать 125 мы можем набрать да за католики улучшение отношений а еще 35 и даже больше 40 где взять непонятно это нужно с ними союз смутить нет брак и брак они не хотят слишком много у них гип отношений 4 всего острее по идее должно быть больше у нас 4 будем пробовать вдруг что получится соперники выставим данию выставим новгород и выставим швецию сразу союз они там сами порвут и так что там дворяне 01 это плохо но будем надеяться что это слишком маленькие шансы что они ничего не смогут сделать крепость вот отсюда уберем здесь оставим туда можно будет байтить врагов наших также отсюда консолидируем развитие тут главное дождаться пока она все закориться когда все будет норм шведов связь новгородом это хорошо это значит что если москва пойдет на новгород мы сразу должны идти на швецию и ну и надо вот так еще союзить например тех же бренденбургцев допустим богемия тоже как вариант мы будем пробовать улучшать отношения с ними даже в плюс вышли неплохой 2 и 4 даже советника можно нанять но надо копить деньги выплачивать займы предлагает нам построить бухусскую крепость наконец-то строительство бухусской крепости бог усиления это здесь закончена мелька формирует природный ров вокруг крепости которые возвышаются на скорее высотой 40 метров это крепость четырьмя квадратными угловыми башнями и стеной площадной в 3 метра служит главным бородильным звеном против швеции получаем замок и до конца игры здесь процентов рекордов в этом регионе не знаю нужен ли нам здесь этот замок в принципе если вот эта крепость плюс это включены не был отчет проход к нашей столице но я чисто по деньгам не вывезу это все тем более вот тут еще есть у шведа крепости тут крепость господи такой концентрация крепостей гостили есть только нету и бренденбург кстати уже согласен на союз давайте мы его заключим с витландцами я думаю тоже можно разрывать и пока что рановато у нас внезапно падает стабильность но отчего правитель не умер никто вообще не умер все живы все здоровы хорошо взяла и упала происходит также беспорядки в бергенске олаф нильсон сканки известный командующий крепостью берген хус и заклятый враг гайзенской лиги в норвегии был убит местными купцами несмотря на его длительные служения короне офф также был пиратом охватившимся на гензейские корабли по всему северного моря стояли в устранении этой угрозы своим интересом немецкие куцы построили беспорядки загнали олафа в местное аббатство и сошли его датлан олаф сгорел вместе с тамошними монахами местными купцами и епископом бергена очевидно что это событие еще сильнее усилит вражду между скандинавией и ганзой наверное из-за вот этого любик возможно выбрал какой-то ивент по которому у нас упала стабильность ну за 75 монет любик потерять на 20 лет торговли я не минус 5 такой себе так что придется нам потерять престиж падение стабильности то плохо англия уже проиграла войну против франции ну да потеряли тут свои земли но кала пока что сохранили и рождается у нас наследник сейчас мы ему придумаем имя директор получает своего наследника поприветствуем же его подарим ему коня и лук мы будем смотреть что он с ними будет делать господи олаф наш это конечно компенсирует и вижу свои характеристики до отличными трейдами нас тут наклевывается союз с австрийцами минус 8 еще чуть-чуть улучшаем с ними отношения на семерочку а затем мы нанесем оскорбление бургундии это должно презрительная насмешка конечно же на австрию кинуть еще какую-то хорошую вещь кинула минус один я просто хочу войти в рим до того как воевать со шведами со шведами воевать тоже уже можем давай 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 бургундия просит прохода войск тайм они просто воюют между собой один брак дин брак естественности стез тесто 59 красно эти хотят прохода войск эти не хотят этих стратегические интересы в минус этих в плюс идут я получу я получу а так что пусть будет так да не кстати тоже воюют против бургундии это хорошо союз австрийцами есть это прекрасно и те кто ждет подождется всегда и мы теперь можем войти в среду лисы в чем в этом то что мы можем захватывать с лишние территории тот же любик получить тут хорошую прибыль потом да и земли тут неплохие чем минус это то что мы потеряем наш статус королевства по идее но мы можем стать императором получить бонусы от империи уже лучше еще наверное лучше чем быть просто в королевство так что я все-таки войду и мы не теряем приходе просто это только пуссия может быть королевство внутри империи вроде не потеряли мы вообще вошли в нее ну да вошли наши провинции вот тут добавились столицу если что я тут не переносил вот этот пункт что ваша столица не может быть присоединена к сри он ушел из-за того что мы его здесь закорили то есть тут нужно именно корку иметь а не просто границу но у нас по-прежнему нет вот здесь значка что мы часть империи наши просто бровки добавились империи эти написано опять что ваша столица не может быть присоединена к империи то есть получается нам столицу сюда надо принести на имперскую землю это нельзя сделать что я сделал хорошего такого не знаю может теперь нужно иметь общую границу и по чтобы отсюда вот сюда шло и отсюда допустим сюда вот тогда бы она присоединилась вот это плохо потом просто у меня может быть очень много развития и мы не сможем уже тогда будем войти в сре ну как вариант от шведа брать финские территории выделяет от вассала делать ему скармливать все что сможем взять от шведа просто если от датчан что-то забрать мы можем это сейчас делать но для этого нужно атаковать его союзника например новгород но так швед поддерживает его ну либо потом атаковать новгород ладно этими делами будем заниматься следующей серии попробуем все-таки вступить в империю ну и повоюем против швеции на этом буду прощаться в первой серии если понравилось поставьте лайк напишите комментарий также был верю спонсоров за поддержку всем пока до новых встреч